Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на крутые камеры для видеонаблюдения, которые наверняка вам понравятся и будут отличными помощниками на каждый день, чтобы ваша защита дома была 100% и вы всегда были в курсе, что происходит. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное номинование двух камер Esvis C1C и C3WN. C1C она у нас для домашнего использования и C3WN. Это у нас уличная камера, соответственно, для использования на улице. У них разные форматы использования, разные возможности. Будем разбираться подробно, что умеет каждая из камер. Прямо максимально посмотрим, что это и как это. Естественно, все работает через мобильное приложение, его нужно скачать, установить доступно на iOS и Android. Давайте начнем с распаковки и комплектации, что у нас там идет в комплекте в каждом конкретном случае. Модель C1C у нас имеет HD разрешение. Лаконичный, элегантный вид камеры привлекает внимание с первого взгляда. У вас всегда все будет под контролем. В камеру интегрирована улучшенная оптика и современная инфракрасная светодиодная подсветка, что позволяет камере C1C видеть даже в темноте до 12 метров. Есть распознавание движения и на самом деле это полнофункциональная камера, способная делать много, плюс подключение по Wi-Fi. Ну а, соответственно, если вам интересны полные характеристики, чекайте их в описании к этому видео. Разверните и там все будет. Из дополнительных аксессоров вот такое крепление. Возможно, вы захотите, например, установить куда-то на стену, но почему нет. Есть несколько дополнительных прокладочек вот таких. Есть очень-очень длинный microUSB кабель. Вот за это отдельный большой респект. И адаптер питания. Он здесь идет в комплекте, что тоже немаловажно. Вот такой на USB Type-A. C3WN это у нас уже Full HD камера. Она у нас 2-мегапиксельная, уличная, с улучшенным Wi-Fi сигналом, благодаря антеннам. Стабильный Wi-Fi с ней не имеет. Четкий звук получаем. Присутствует инфракрасное освещение, что обеспечивает четкое изображение видео во время ночной съемки на расстоянии до 30 метров. Плюс она защищена от воздействия окружающей среды по стандарту IP66. То есть она пылеводонепроницаема и способна выдерживать широкий диапазон температуры, включая сильный мороз и даже тропическую жару. Ну и опять-таки полные характеристики, чекайте в описании к этому видео. Ну и конечно первое, что у нас есть, это вот такая разметка для того, чтобы просверлить и установить на стену. Очень удобно, наклеили, просверлили и далее можно легко устанавливать. Есть инструкция, а также вот такой адаптер питания. Он аналогично имеет длинный кабель для того, чтобы вы могли легко все это запитать. Есть вот такие прокладочки, чтобы стоять на улице и ничего не могло у нас и так далее. Есть дюбеля и саморезы в комплекте. А также сама камера, вот она наглядно, здесь у нас есть проводное подключение через RJ45 и также порт питания. Он отдельно вынесен. Естественно, сама камера выполнена очень круто, очень качественно, все хорошо покрашено. Крепление само может менять угол, может менять позиции. Вы можете покрутить камеру и установить так, как вам необходимо. Снизу есть отдельно под заглушкой порт для карпамяти типа microSD, а также кнопка сброса. В столовой части есть как раз вот эти самые крепления для саморезов. В самом приложении мы можем настраивать многие вещи. Ну, первое, у нас сразу видно несколько камер. Первый у меня вход в офис, а вторая у меня, соответственно, висит в формате, ну, буквально сейчас стоит передо мной. То есть стоит на моем рабочем месте дома, в гостиной. И таким образом я могу настраивать то, как я все это делаю. Перемещается максимально просто. То есть можем просто вот сюда переместить. Зажимаем. И говорим, что какое новое место мы хотим задать этой камере. В принципе, никаких больше проблем нет. Можем выбрать по отдельности, по категориям, каждую из. Удобно, понятно и просто. Добавляется все это дело через плюсик. Здесь мы просто считаем QR-код на самой камере и далее будет все работать. Есть вариант установить на охрану, соответственно, вот сейчас и у нас все это работает. Причем мы еще можем задать здесь момент именно геопозиции области. То есть когда я приду, когда я уйду, будет ставиться на охрану определенным образом, понимая, что вот сейчас телефон покинул ту самую зону геопозиции. Ну и, соответственно, включить последовательность действия здесь тоже можно. Давайте пока отключим. Вот такая автоматизация, она как раз и делает камеру реально крутой, умной и позволяющей реализовать абсолютно безумные вещи, которые ты хочешь видеть от подобного типа гаджета. Ну и, конечно, если мы откроем, например, вход в офис, сейчас камера, у меня сейчас здесь все доступно и здесь я могу сделать снимок, произвести запись и есть у меня разрешение. Я могу Full HD, High Definition либо Standard, но в моем случае включено Full HD. Можно это все дело бэкапить в облако, можно это бэкапить на SD-карту памяти. В моем случае здесь SD-карта памяти не стоит, она стоит именно в той, что сейчас у меня на столе. В общем-то, без разницы, можете использовать вот такое локальное хранилище для уличной съемки, поставить ее дома, как угодно. Причем она дает действительно очень крутое качество изображения, что мы можем с вами наблюдать. Но я еще отдельно сейчас вам покажу, соответственно, на другом подсъеме, как это работает, когда у нас прилетают различные уведомления, что произошли какие-то действия. Аудио. Соответственно, в случае деактивации, трансляции и записывания будет идти без звуков. В нашем случае идет со звуком, то есть аудио мы включаем. Статус индикации мы можем включить, ночной режим, это как раз то, что у нас работает инфракрасник, и мы можем видеть, что происходит ночью. Уведомления. Вот сейчас у меня не включено, давайте включим уведомления. Будет отметка об обнаружении, и здесь же мы можем задать область. Причем область задается очень просто, здесь все в квадратиках. Не как обычно, ты просто рисуешь, а тут ты прямо задаешь область в квадратик. То есть, например, когда кто-то будет заходить и, например, пересечет вот эту область, мы будем получать уведомления. Опять-таки, если, например, я не на студии, не в офисе, то могу это все дело сразу наблюдать. Напоминаю про автоматизацию, установку на охрану и вот эти все моменты. Реально круто работает. Шифрование изображения тоже присутствует. Соответственно, все это можно у нас в версии устройства обновлять прошивочку. Зекальное отображение, если это необходимо. Режим ожидания, флайн-оповещение, пожалуйста, все это тоже здесь доступно. Давайте перейдем к той камере, чтобы вы видели сейчас меня, потому что я в реальном времени сейчас сижу с телефоном и вам это записываю. Кстати говоря, привет. И очень хорошо все видно. Давайте я вот так уберу, для того, чтобы вы понимали, что у меня ничего не освещается. Здесь реально темно в комнате, прям очень темно и светосилы и качества камеры более чем достаточно, чтобы продемонстрировать вам максимально крутую картинку. Убираю телефон, чтобы он на меня не светил и вы видите, что изображений более чем достаточно. Причем у нас сейчас по времени уже вот прям сумерки, 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 а изображение все равно отличное. В этом плане по светосиле, по картинке это меня сильно удивило. Но конкретно, если вы хотите установить к себе, например, на рабочий стол или какие-то такие моменты, в магазин или еще куда-то, однозначно. Вот эта камера, которая будет следить за происходящим, например, даже просто в магазин за продавцом или какие-то другие вот истории, которые вам нужны. Да да, вы же просто дома или используете ее как некую такую радионяню, отличное решение. Итак, даже вот у меня сейчас идет здесь звук повторно. Соответственно, здесь тоже я могу запустить запись, сказать всем привет, вот, да, пожалуйста. Здесь у меня установлена карта памяти. Вот у меня здесь все это бэкапится, разделено по времени. У меня есть количество клипов, число клипов, время. Соответственно, все вот эти вещи, они все здесь доступны. Опять-таки, разрешение могу high-definition либо стандарт, то есть либо HD, либо стандартное изображение, смотря сколько я хочу хранить на карте памяти. В моем случае установлена карта не очень большая на 8 гигов, то есть, в принципе, я могу установить разрешение стандарт. Давайте попробуем. Не особо-то уж прям сильно поменялось качество изображения, но при всем при этом вы получаете несколько другую картинку. Можно сделать снимок, что тоже удобно. Давайте попробуем вот так. Можем открыть видео, можем посмотреть все. Соответственно, вот у меня одно уведомление. Один раз он меня засек. Круто. И это было у нас, соответственно, в 16.00. Именно возможности внутри настройки. То есть, здесь также аналогично все модели, которые ориентированы на улицу. То есть, здесь мы аудио, статус индикации, ночной режим. Все это доступно. Конечно же, уведомления мы включаем. Здесь можем обнаружение человека, обнаружение изменения изображения. Например, обнаружение человека. Как только к вашему рабочему месту кто-то подойдет, вы получите соответствующее уведомление. Можно задать расписание. В предыдущей камере в уличной тоже можно задать. То есть, когда вы будете получать уведомление. Опа, обнаружен человек. Окей, камера меня узнала. Говорит, что я человек. Круто. Конечно, время. Соответственно, когда вы не будете получать уведомления. Ну, мало ли, вы не хотите, например, когда пришли на место или, в общем-то, пытаетесь все это настроить. Но, опять-таки, здесь вот работает принцип геопозиции. Он немножко, мне кажется, даже будет более интересный. Область. То есть, я могу задать область. Все точно так же, как и на предыдущей камере. Например, задать область кресла. Здесь вот все это дело закрасить. И будет реагировать, как только будет обнаружен человек. Будут какие-то телодвижения в конкретно данном месте. Здесь есть еще одна крутая фишка. Разговор. Но для этого мне придется встать и уйти. Потому что иначе будет эхо. Но у вас останется микрофон, который будет, соответственно, все это дело записывать. Я еще предлагаю посмотреть, как выглядит камера вживую, именно в формате, когда в офисе кто-нибудь зашел, включился свет и, соответственно, вот в освещенное помещение. Потому что здесь мы поняли, что все работает так, как должно работать. И согласитесь, когда включено освещение, все это выглядит не менее интересно. То есть можно вам помахать вот так вот, сказать, да, прикольно, смотрите. И вы даже будете слышать, о чем говорят люди, на кого вы сейчас наблюдаете, вот в формате видеонаблюдения. По итогам, это крутые камеры. Однозначно, вы получаете максимум с точки зрения технологии и картинки. И, наверное, в этом ключе я однозначно могу вам рекомендовать. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а также прикреплены комментарии. Там же будет доп. инфа. И, естественно, не забудьте поставить большой палец вверх на канал, подписаться внизу, здесь красная кнопка, нажимаем на нее, должна стать серой, нажимаем на колокольчик два раза и получаем все уведомления о новых крутых обзорах. Впереди много гаджетов, обязательно сделайте, не пожалеете. И несколько дупроликов тут, они уже на канале, кликай, смотри и выбирай. Продолжение следует...